Доброе утро! Мы проснулись, сейчас по местному времени 9 часов утра и хотелось поспать конечно чуть подольше но к сожалению невозможно тут начались какие-то хождения какие-то работы ремонтные стучат дети кричат слышите в общем сейчас мы встаем танюшка пойдет стирать наши вещи а я пойду делать чай кофе позавтракаем возможно выберемся куда-то погуляем утром я слышал по крыше уже стучал дождик доброе утро а на улице сегодня пасмурно свежего прохладно вот стоило тучкам наползти сразу совсем по-другому воспринимается озеро если вчера было похоже на море курорт сейчас видишь смотришь прямо суровый край мы позавтракали умылись я даже нашел в себе силы побриться и решили сейчас сделать какую-нибудь пешую вылазку куда-нибудь прогуляться пешочком посмотреть окрестности найти какие-нибудь красивые виды а уж потом прийти и устроить себе тихий час муральчик наш стоит пыльный весь я надеялся что сегодняшний дождик его хоть немножко помоет но дождь был настолько мелкий что только наделал на нем еще пятен как-то мы будем завтра отсюда выбираться дорога то очень тяжелая ну ладно это будет завтра а сегодня идем гулять и предположительно я хочу забраться вон на тот вон камень он туда кошмарный сон водопроводчика идем поднимаемся все выше и выше в гору кстати чем выше чем дальше от пляжа тем интереснее становятся домики такие более основательные стоят уже прямо на фундаментах хотя вроде как нельзя но тем не менее он каменный фундамент цементом все залито значит кому-то все таки можно чтобы понятно было какой здесь уклон вот посмотрите лавочка с той стороны вровень а здесь выпирает нормальный уклон такой может мы такие не тренированные белорусы а местные тут прыгают по горам по этим как горные не знаю не обидных ассоциаций ладно ползем все выше немножко передохнули подышали свежим горным воздухом и продолжим наше движение шаг от бедра товарищи идем бодрее веселее здесь просто спуск пошел и сразу стало легче а направляемся мы вот туда сейчас вниз 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 а потом вверх 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 я надеюсь наградой за этот путь нам будет красивейший вид а есть еще вот такой вариант отдыха как раз вот наш формат карабкаемся все выше и выше периодически останавливаемся поделать красивые фоточки потому что виды здесь просто шикарные несмотря на пасмурную погоду вот он как на ладони весь поселок если присмотритесь там он виден наш урал стоит за белой машинкой завтра ему предстоит карабкаться вот на тот подъем отсюда он кажется простым и совсем не страшным но на самом деле урал очень надеюсь что залезет туда сам есть тут такая традиция оказывается укладывать камни вот такими башенками и загадывать при этом желание решили и мы эту традицию поддержать но в своем стиле оба и вот и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Умылись, заварили себе Пока кипяточка Сейчас это превратится в кофе и чай Будем завтракать И начнем сборы, чтобы завтра Как можно раньше выехать Я смотрел прогноз погоды На утро обещают, возможно, ливень А вот во второй половине дня Точно ливень Наверное, он нас накроет где-нибудь в Иркутске Ну и, кстати, что у нас сейчас за окнами Как видите, облачность Облака спустились ниже, закрыли Вон все горы Такой суровый северный пейзаж Как будто мы где-нибудь в Норвегии Эх, хотелось бы еще когда-нибудь в Норвегии побывать Есть у меня один подписчик Спасибо, кстати, ему за помощь В подготовке к этой поездке Надеюсь, мы когда-нибудь и до тебя доберемся И увидим твои края Ну а теперь завтрак и сборы Немножко переупаковав вещи И наведя порядок у нас в номере Мы выбрались на пляж С четко определенными целями О которых сейчас вам расскажем Дело в том, что сегодня у нас было Некоторое количество свободного времени Которое я посвятил чтению ваших комментариев И на некоторые из них хотелось бы ответить Во-первых, Александр Фалс Спрашивал, насколько чистая вода в Байкале Александр нам подарил вот такой прибор Который определяет чистоту воды Конечно, всякий биологический мусор И бактерии, загрязнение воды Какими-нибудь микробами он не показывает Он показывает примеси химического характера Соли, соединения тяжелых металлов И чем ближе к нулю это будет цифра Тем вода более пригодна Более чистая, более пригодна для питья Ну и пределом пригодности считается 500 единиц Давайте сейчас измерим Давайте наберем немножко прибрежной водички Опускаем в нее прибор И смотрим на показания 57 единиц для сравнения Он уже 56 Для сравнения вода, которую мы везем в канистре Показывала порядка 180 единиц То есть вода у нас очень чистая Можно прямо вот брать и пить Ну, по крайней мере, ничего химического там нет Второе дело, которое надо сделать У нас есть письмо Которое нам передали еще в Москве На встрече с подписчиками Подписанное вскрыть строго на Байкале Мы на Байкале Давайте его откроем Аккуратно Мы его бережно везли Прятали от дождей Чтобы оно ни в коем случае не размокло Я уже вижу, что здесь Лежит поддержка нашему каналу В размере 1000 рублей Спасибо Поехали! Санчо, поздравляю! Вы достигли своей цели Это вам небольшой донат На омуля И стаканчик пива Если можно, передай привет мне Лёва 58 И моей дочке Лёвиной Машеньке Милане Милане, простите, пожалуйста Ей 5 лет Шершавенькой дороги Лёва 58 Лёва Передаем тебе привет С берега Байкала И твоей дочке И еще одна задача На сегодня Вы в комментах Просили Бросить монетку Я не помню Кто конкретно просил Забросить монетку За тебя В Байкале Оно-то в принципе Без проблем Но я думаю Что остальным Будет обидно Если я заброшу Только за тебя Поэтому мы выгребли Всю мелочь по карману Получилось, конечно, немного Но что-то есть Так что, ребят За вас, за всех Надеюсь, вы сюда Еще приедете сами И передадите тогда Байкалу привет от нас Самые лучшие подписчики На моем канале Всем привет Мы пошли назад Мы вернулись С прогулки домой И приготовили себе ужин На ужин у нас Смесь двух супов Первый Это мясной суп С лапшой Или с вермишелью А второй Гороховый Гороховый Сейчас на кухне Замутили кастрюльку Получился такой Достаточно густой Наваристый супчик Будем ужинать У нас сегодня День здоровой И полезной пищи Дело в том Что жиденькое Что-то надо есть Потому что оно Полезно для желудка Если питаться В сухомятку Постоянно То можно в этих Путешествиях Себе здоровье Подорвать Наступил вечер Мы готовимся Ко сну А вокруг Вокруг происходит Гулеж Галдеж Я не знаю Как это назвать Такое ощущение Что люди В Иркутске Ну страдают От нехватки Какого-то Отдыха на природе Казалось бы Вокруг Столько красивых мест Но нет Все едут Вот в такие Вот поселки С домиками Все домики Окупированы Несмотря на плохую погоду Под каждым домиком Стоит по 3-4 машины В каждой машине Играет своя музыка Чтобы показать Какие у тебя Мощные стоят Динамики Как качает Твой сап Абсолютно Разные вкусы Музыкальные Тут можно услышать Все От арии До какого-то Шансона Все это Громко Все это Шумно Все вокруг Пьяные Какие-то Ходят мужики Пристают К каким-то Девчонкам Кафешки Дискотека Там Ближе к пляжу Кричит Ребята Заходим Там вход у них Платный Все дела Честно сказать Я Не люблю Шумных мест Я не хожу На дискотеки Я не люблю Сидеть вечерами В каких-то Барах Или ресторанах В каком-то Плане Ну Напрягают Меня Такие Сборища Людей И вот Здесь Выходя На улицу Я чувствую Себя Неуютно Да В домике Вот Закрылись В комнате Ну Нормально Тут Отдыхаем Но Я Не мое Это Вот Ну не мое Хорошо Что Утром Все Они Будут Спать Отсыпаться После Бессонной Ночи После Вот этих Шашлыков После Тут Своих Гуляний И Утром Я думаю Мы Спокойно Сможем Собраться Спокойно Тихонько Выехать По холодку И Чтобы Не Терять Время Впустую Я Сейчас Сижу Изучаю Монголию Залез Подключился К интернету Достал Комп Вот Нашел Кстати Очень Интересную Карту Карта Монгольских Дорог Это Ребята Путешествовали И отметили Вот Черным Маркером Те места Где есть Асфальт Здесь У нас Есть два Варианта Атулан Улан-Удэ Пойти На Улан-Батор И Пойти Северным Маршрутом Вот Так Уйти На Ташанту На Чуйский Тракт Или Пойти Чуть Южнее Вот Этой Дорогой Как Видите Тут В принципе Вот Здесь Участок Грунт И Вот Здесь Два Участка Грунт По Расстоянию Практически Одинаково Предугадать Насколько Проходимы Там Будут Места А мы Не Можем Но Вот Этот Участок 2300 Километров Вот Этот Уже Выходит 2400 100 Километров Разницы По Монгольским Дорогам Возможно Они Окажутся Критичными Ну Ладно Будем Там Определяться На месте Плохо Что У нас Нет Нет У нас В Навигаторе Карт Монголии К сожалению Для Навитела Нет Карт Монголии Есть Карты Для Мапсми Но Мапсми У меня Не закаченный Со здешним Интернетом И Нехваткой Места В телефоне Качать Его Тоже Не Вариант Так Что Возможно Мы Купим Где Нибудь Бумажную Карту Монголии Перенесем На нее Какие Обозначения Вот Из того Что Я уже Скачал Ну И Так То В принципе Почитал Статью Пишут Что Монголия Вполне Проходима Они Путешествовали На внедорожнике Полный Привод Я думаю Что Урал Пройдет В крайнем Случае Мы его Пропихаем Пронесем Где-то На руках В любом Случае Это Будет Интересно Это Такой Бесценный Опыт Ну А сейчас Ребят Мы ложимся Спать Всем Спокойной Ночи Еще Один День Прошел Завтра Мы Стартуем Снова В дорогу Кстати Очень Ну Своевременно Я думаю Не стоит Задерживаться В таких Местах Подолгу Засиживаться Не хочется Стоять На месте Потому Что Время Идет А ты Стоишь Никуда Не двигаешься Поэтому Завтра Мы Выезжаем В направлении Иркутска Дальше Идем На Улан-Удэ Обходим Байкал С юга Думаю Будет Прикольно Всем Ребят Спасибо Что Смотрели Всем Счастливо Всем Пока